Накануне в столичных клубах отмечали международный танец. Наш корреспондент Гульнара Солдатова наблюдал за этим праздником и теперь может рассказать о новых экзотических направлениях, например, о том, что такое поппинг. Скорпиус уехали, а музыка осталась. Страстный танец под «Может я, а может ты» легендарной группы исполняется в стиле джаз-модерн. В общем, одними вальсами и сальсами танцевальные направления сегодня не ограничиваются. В расписаниях московских студий появились совершенно экзотичные названия поппинг и кингтат. Даже хип-хоп воспринимается как нечто классическое. Вдохновленная американскими фильмами молодежь, изображая уличные баттлы танцевальной поединки, скачет по сцене не в трико и пуантах, а в растянутых балахонах и мешковатых штанах. Братья и сестры донашивали свою одежду после них, короче говоря. Да, кстати, щенка... Выберется по-своему и добавится может что-то своего. Смена декораций и зритель уже отправляется на черный континент. Афраджаз напоминает какие-то ритуальные пляски у костра, даже исполняется посеком. Говорится, что бог Африки находится в земле, не наверху, а в земле. И поэтому все движения этого танца наполнены вниз. И поэтому мы танцуем босиком, чтобы почувствовать прямой контакт с богом, можно так сказать. Главное не поймать занозу. А в остальном босиком гораздо удобнее, чем отплясывать на каблуках, откровенничают танцоры. В праздничный вечер на сцену выбегали стиляги, зрители зажигали под джайв и польку. Нашлось место даже бродвейскому мюзиклу Купакабана. И все в исполнении одних и тех же ребят. Как они успевали менять костюмы, для нас осталось тайной. Говорят, заставить танцора быстро переодеваться сложнее, чем научить его танцевать. Последнее вообще расплюнуть. Ведь, по мнению опытных педагогов, Николай Сискоридзе сидит в каждом из нас. Взрослых научить легче, но им сложнее побороть свой внутренний психологический комплекс и создать правильную культуру своего тела. На это просто нужно чуть больше времени. А научить танцевать можно всех. В честь праздника я тоже решила научиться чему-нибудь прекрасному. И поможет мне в этом молодой танцор Алексей Коровченко. Леша, жди. Гульнара Солдатова, Константин Зарубин, Санкт-Петербург, Москва, 24. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю мы рассказываем о жизни большого...